Добрый день, уважаемые телезрители! У нас сегодня очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Я ее ведущий, журналист Рустам Вафин. А в гостях у нас сегодня Горобец Елена Анатольевна, доцент заведующей кафедрой прикладной и экспериментальной лингвистики Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета, руководитель научно-исследовательской лаборатории «Клиническая лингвистика». Добрый день, Елена Анатольевна! Добрый день! Елена Анатольевна, мы с вами встречаемся в канун нового 2021 года, и в атмосфере приближающегося праздника я позволю ненадолго себе отказаться от реалистичного механистического взгляда на мир. Я хочу поговорить о волшебстве. Это не волшебство в таком виде, в котором мы привыкли к сказке, где волшебник взмахивает волшебной палочкой и исполняет желание. Это миллионы и невозможно считываемое количество причинно-следственных связей, которые приводят нас к определенным результатам. И вот в результате вашего волшебства, которое случилось с вами, в Казани появился центр или место, где люди с тяжелыми врожденными или приобретенными патологиями речи с вашей помощью могут вновь обрести язык. А говоря другими словами, иначе говоря, вы даете возможность людям полноценно взаимодействовать с миром и с другими людьми. И в этом заключается ваша миссия. Именно потому что эта цель очень благородна. И это ваше желание искренне. Это вам работа интересна. Именно поэтому в Казани появилось такое место. И сейчас я хочу начать вот с чего. Расскажите нам об этом центре, об этом месте, где люди с тяжелыми проблемами с речью могут стать полноценными членами общества. Большое вам спасибо за предоставленную возможность рассказать об этом. Дело в том, что действительно реабилитация пациентов с речевыми расстройствами – это наша жизнь. И нам хотелось бы, чтобы как можно больше людей знали об этом, и чтобы люди обращались к нам. Проблема заключается в том, что люди часто ищут выход, ищут какие-то варианты решения своей проблемы, но, к величайшему сожалению, не знают, куда идти и что делать. Вот как раз очень хорошо, что мы встречаемся здесь, канун Нового года. Мне бы очень хотелось, чтобы на титрах были прямые контакты, чтобы был мой телефон, чтобы уважаемые коллеги, которые нас слушают, в любой момент могли позвонить и обратиться. Научно-исследовательская лаборатория клинической лингвистики, которую я возглавляю, занимается речевыми патологиями, когнитивными нарушениями у детей и взрослых. У нас достаточно широкий диапазон деятельности, но это следует из того, что я вот только что сказала. И мы работаем как с речевыми нарушениями после инсультов, как с когнитивными нарушениями у пациентов, которые перенесли ковид, это один из новых проектов у нас, так и с детьми с патологиями речи разного генеза. У нас есть группа детей, алаликов моторных и сенсомоторных, группа детей, у которых есть речевые расстройства и когнитивные нарушения в связи с тем, что они страдают эпилепсией и находятся на лечении противопилептическими препаратами. У нас есть достаточно много разных патологий, которые приводят к тому, что человек теряет главное, с чем он, пожалуй, хотел бы расстаться в последнюю очередь, а именно речь, а именно способность общаться с окружающими людьми. И вы говорили о мечтах, которые сбываются. Вы очень красиво начали, это на самом деле так. Наверное, мы здесь можем говорить о том, что эти мечты сбываются и у нас тоже, но в первую очередь не у нас. Мне хотелось бы рассказать одну историю, но начну я ее, наверное, с конца. Я хотела бы зачитать одно маленькое сочинение мальчика 14 лет. Я хочу рассказать о том, как человек не верит в то, что в его жизни возможно счастье. На этот рассказ меня вдохновил мультик, который я смотрела в детстве. Но я тогда его не понимал, а теперь его смотрит мой братик. И я понимаю, о чем он, а братик нет. Это мультик не может быть. Лосяш не верил в то, что ему выпало счастье со светом, бабочками и музыкой. Он нигде не нашел описание чего-то подобного и выпалыл это, как сорняк из своей жизни. Потому что не поверил, что это может быть. А потом ночами сидел, включал искусственный свет, смотрел на бабочек и слушал музыку, которую ставил сам. И тосковал о том, что это все-таки было. Не нужно, думаю, ничего выпалывать из своей жизни. Даже когда кажется, что сорняк, что культурным растениям станет легче. Выросло? Сиди, изучай. То терпи, то радуйся. Потом не будешь это искусственно создавать и тосковать. Это сочинение написал мальчик, который в возрасте четырех лет с трудом понимал обращенную к нему речь. Это сочинение написал мальчик, которому не пророчили ничего хорошего. К которому даже обучение в коррекционной школе, наверное, на момент обращения родителей к нам казалось фантастикой. Потому что мальчик практически не понимал ничего из того, что ему говорят. И практически ничего не говорил сам. Сейчас мальчик большой, он высокий. У него такие шикарные усы. Он хочет стать писателем. И, по-моему, у него получится. Мы с его родителями прошли достаточно трудный путь. Путь как раз вот по терпению, по преодолению. И, слава богу, сейчас уже не о чем тосковать. Можно только радоваться. Вот с точки зрения того, о чем вы говорите, счастье. По сути, да, исполнение желаний, это и счастье. У кого здесь были желания, сложно сказать у кого. Возможно, это у мальчика, возможно, у родителей. А возможно, в какой-то степени и у нас. Мне всегда кажется, что когда мне не станет, я буду петь этими голосами тоже. И это очень хорошо. Это дает нам много сил для того, чтобы работать дальше. У нас, благодаря тому, что в Казанском университете любят детей и относятся к проекту со всей серьезностью и поддерживают этот проект, у нас получили помощь уже более двух тысяч детей. Детей с патологиями, о которых я говорила немного выше. И стало это возможным именно благодаря тому, что Казанский федеральный университет имеет клинические базы. То есть это медико-санитарная часть и научно-клинический центр прецизионной нейрогенетивной медицины, где есть отделение нейрореабилитации, в котором, собственно, мы в том числе и занимаемся с детьми. И осуществляем диагностическую работу, и реабилитационную тоже. В Институте филологии и межкультурной коммуникации, где я работаю, расположена сама лаборатория, клиническая лингвистика, где мы реализуем ряд проектов, которые связаны с разработкой новых методов коррекции речевых патологий. И можно сказать, что у нас деятельность идет дисперсно. Это медико-санитарная часть КФУ, это научно-клинический центр, это Институт филологии и межкультурной коммуникации, где расположена сама лаборатория. Работы там очень много. Она начинается, в первую очередь, с диагностики. То есть, надо сначала точно выяснить, что произошло. Я вас сейчас перебью немножко. Я хочу вот с чего, чтобы вы сказали, с чего это началось. Как вы вообще пришли к этой идее, к этой теме, почему она стала вам интересна, когда она стала вам интересна, и как сложилась в итоге ваша лаборатория, и, собственно, это место, где в Казани появилась возможность получить реабилитацию для таких детей и взрослых. Как это началось вообще? Это дела давно минувших дней, предназначены глубокие. Давайте, давайте, давайте. Ну, может быть, мы перейдем сразу ко второй части этого вопроса. Почему я хочу задать вопрос? Потому что мы сегодня говорим о волшебстве. Вот чтобы понять, как волшебство произошло, надо понять, с чего все начиналось. У нас канун Нового года. Поэтому попрошу. Все началось с того, что мы, группа энтузиастов, стали работать с детьми. Это было достаточно давно. Мы стали работать с детьми, которые тогда казались безнадежными. Их было три человека. И считалось, что у этих детей аутизм. Это были сомоторные аллальки, все трое. У нас был коллектив из врачей, психологов, лингвистов. Мы поставили перед собой задачу этим детям помочь. К счастью, у нас это получилось. Эти дети сейчас учатся в школах. И их никто не отличит от других таких же детей, которые также учатся в школах. Из этого не следует, что можно помочь 100% обратившихся. Но из этого следует то, что мы правильно, поскольку группа была междисциплинарная, мы правильно определили, что с ними происходит, мы правильно наметили, что дальше делать, и работали именно этой междисциплинарной командой. Вот этот момент мне хочется подчеркнуть особенно. Дело в том, что здесь никто ничего не сделает один. В таких проблемах, как речевые патологии, в обязательном порядке участвует целый комплекс специалистов, специалистов, которым я благодарна от всей души, потому что у нас очень хорошая команда, людей, которые знают свое дело. Это в первую очередь, конечно, врачи-неврологи, лингвисты, психологи, врачи-психиатры, коррекционные педагоги. И когда мы все работаем на общую цель, а общая цель это сделать так, чтобы этому конкретному ребенку или взрослому завтра было немного лучше, чем сегодня, мы действительно добиваемся успеха. Патологии бывают разные. Вот вы уже два раза произнесли термин «алалик». Я думаю, что не для всех наших телезрителей понятно, что это такое. Вы могли бы рассказать об этом? Ну, наверное, терминологически сложно, не совсем может быть правильно это рассказывать, потому что это достаточно сложная лекция. Если говорить об этом просто, то аллалией считается системное недоразвитие коры головного мозга в тех зонах, которые отвечают за речь, за понимание речи и за свою собственную речь. Она называется экспрессивной, за экспрессивную речь. По каким причинам происходит это системное недоразвитие, по каким причинам происходит органическое поражение, здесь достаточно много концепций. Это отдельная лекция, она так и называется, «Идеология причинных нарушений». Как это выражается у детей? Выражается это чаще всего в том, что родители на каком-то определенном этапе замечают, что у них ребенок не начинает говорить. То есть это младенчество, по сути? Нет, это не младенчество. Как это удивительно, есть люди, которые обращаются в 3,5-4, ждут, когда ребенок начнет говорить, дождаться этого никак не могут, но и в 3,5-4 года начинают тоже ходить по врачам, чтобы выяснить, что происходит. Более тревожные родители обращаются где-то с двух лет со словами, ну вот что-то он у нас не говорит. И вот в этом «не говорит» надо очень хорошо и долго разбираться, потому что «не говорить» можно по совершенно разным причинам. Не каждый неговорящий ребенок, а лалик, это надо понимать, но и здесь вопросы дифференциальной диагностики встают очень остро. Дело в том, что за лалею часто принимают то, что ей не является. И вот в моей практике было два таких случая, когда были два абсолютно ничего не слышащих ребенка, разновозрастных. Ну вот я столкнулась просто с этим. Их вели как а лаликов, но к величайшему сожалению выяснилось, мы направили этих детей на развернутое обследование, выяснилось, что это дети, которые не слышат. И, безусловно, здесь нужно уже было подключать помощь сурдологов, помощь сурдопедагогов. Была одна такая же ситуация с ребенком, который не видел. Видел очень мало, видел очень плохо, впечатления совсем слепого не производил. Тем не менее, такая парадоксальная ситуация. Ну как это, родители не заметили, что ребенок их не видит? А, в общем, считалось, что тот диагноз, который выставлялся ребенка, это был аутизм. У ребенка было подобие навязчивых движений. Девочка рассматривала предметы перед глазами вот так вот. Ну и казалось со стороны, что это просто поведенческое. А на самом деле она не видела предметы. И только на таком расстоянии она могла что-то рассмотреть. Ну такие случаи бывают редко, я скажу честно. А вот что бывает часто? Это бывает несколько позднее обращение родителей, да, в связи с тем, что они, ну, не то чтобы они себя утешают, но они наслушались мифов каких-то. И вот все ждут и ждут, когда случится, по вашей терминологии, чудо. И ребенок возьмет и в один прекрасный день встанет и заговорит. Ну, а на эту тему есть много анекдотов, дескать, что ты раньше молчал, а раньше все было в порядке, да. Это, я думаю, уже все знают. Но на самом деле эти мифы, ну, самые распространенные, наверное. Ну, у тебя же мальчик, мальчики все заговорят позднее. Это не так. И надо отличать темповую задержку развития речи от действительно проблемной ситуации, в которой до того момента, когда ребенок заговорит, еще очень далеко. А родители все ждут и ждут. Им кажется, что если ребенок произносит много-много невнятных звуков, это какая-то его собственная речь. Вот они приходят и жалуются. Он что-то говорит, но на своем языке мы его не понимаем. Как-то по-калекалянски говорит. От этой речи, да, осмысленной речи тоже очень далеко. Но просто родители не знают об этом. И самый тяжелый вариант, конечно, бывает, когда поздно обращают родители сенсомоторных алаликов. Это такая ситуация, при которой ребенок не понимает обращенную к нему речь, а понимает только контекст, в который произносят все или иные инструкции, за счет чего у родителей достаточно долго может складываться ощущение, что он их все-таки понимает. Потому что в определенных контекстах, ну, например, они включают воду в ванной и говорят, пойдем купаться, и ребенок радостно бежит. Ну, значит же, понял. Но понял он, не пойдем купаться, понял он, что бежит вода и что сейчас, соответственно, он умеет делать невербальные выводы прекрасно, что сейчас произойдет. Или, например, ситуация, часто родители приходится убеждать в том, что, да, действительно, тут такая проблема, он не понимает вашу обращенную речь. Они иногда спорят, вот как же, вот курточку мы, например, надеваем, ребенок руку просовывает, и я ребенку говорю, ну, мама мне говорит, да, давай другую. Он дает другую руку и хорошенько застегивается и дальше бежит. Дело в том, что в этой ситуации он понял контекст, и он понял, что ему нужно сделать, просто потому, что у него две руки. Если слово «другой», если слово «давай», если слово «рука» употребить в других контекстах, то он, соответственно, не поймет, в принципе, даже того, что нужно сделать. На диагностике этот ребенок вел себя удивительным образом. Он на вопрос, где у тебя мама, на маму даже не смотрел, на просьбу показать предметы, ну, есть определенные процедуры диагностики, он беспорядочно тыкал во все пальцем, ему было совершенно все равно на что показывать. И, в общем-то, этот конкретно вот ребенок, мама которого была долгое время убеждена, что он ее понимает все-таки, пусть хоть и не выполняет часто, но все-таки понимает, списывал на упрямство, и он на то, что характер такой сильный. К величайшему сожалению, этот ребенок не понимал ни единого обращенного к нему слова. Более того, у этого ребенка сформировались уже такие пугающие, очень окружающие черты. Родители купили ему игрушечный телефон, вот он нажимал на одну кнопочку, и там можно было услышать «Алло», нажимал на другую кнопочку, там можно было услышать, как дела. И вот он двумя вот этими вот «Айо» и «Адюа» отвечал на все задаваемые ему вопросы. Ну, то есть ему говорят «Привет», он говорит «Айо», «А как тебя зовут?» «Адюа». Ну, и естественно, когда они пришли на прием к психиатру, психиатр ничего хорошего им не сказал. То есть это примерно как завести попугая говорящего, который говорит набор слов определенный, да, и там попка дурака, попка дурака. В том, что сенсомоторный, сенсорный, будем говорить о сенсорных, да, сенсомоторный просто бывает чаще всего, чисто сенсорный встречается редко. При данном типе патологии ребенок не догадывается, что в обращенной к нему человеческой речи содержится смысл. Он не декодирует поток обращенной к нему речи на семантические значимые отрезки. Здесь мы можем провести аналогию, например, сенсорной афазией. Афазия, это расстройство, сформированная речь, возникает после черепно-мозговых травм, перенесенных инсультов. То есть у взрослых тоже такое бывает, но у них речь уже сформированная, распадается, да. Так вот, в отличие от сенсорного афатика, который понимает, что с ним что-то не так, потому что речь у него до этого была, не понимал обращенную к нему речь хорошо, сенсорный алалик не догадывается о том, что что-то не так. Ему вся речь окружающих так и кажется набором каких-то звуков. И эти звуки он может даже стараться активно воспроизводить. Это называется Логарея. При этом ни в одном его вот таком высказывании нет доли того смысла, который там должен быть. Родителям кажется, он все время что-то говорит, он скоро заговорит. У нас было много таких случаев уже достаточно, когда ждали до 3-3,5 лет, и в 3,5 года выяснилось, что ребенок не понимает обращенно к нему речь. В чем опасность позднего обращения? То есть люди, родители видят, что ребенок пытается говорить с ними, понимает, как вы уже объяснили, по контексту, что от него хотят, по каким-то вербальным, невербальным вещам. И они могут достаточно долго в этих надеждах пребывать, не обращаясь к специалистам. Когда случается, когда вы считаете, что риск того, что ребенок уже не вернется в нормальную жизнь и не сможет стать полноценным членом общества? Вы знаете, что такое полноценный член общества, это вопрос дискуссионный. Ну, конечно. Я бы очень хотела уважаемым телезрителям посоветовать посмотреть фильм, который посвящен в том числе и этому вопросу тоже. Этот фильм невозможно смотреть без слез, но, наверное, он отвечает на половину тех вопросов, которые мы с вами сегодня обсудим. Этот фильм называется «Желание жить». И какого члена общества считать полноценным это большой вопрос? Таких прогнозов, вот этот человек, он будет полноценным членом общества, этот нет, этим мы, конечно, не занимаемся. Нет. Мы оцениваем состояние ребенка в данный конкретный момент обращения и делаем все для того, чтобы он прошел как можно больше ступеней наверх по отношению к себе самому. То есть довести до условной нормы, иногда это и невозможно, но это совершенно не означает того, что нельзя сделать очень многое, что подведет близко к этому, очень многое, что будет прогрессом по сравнению с тем, что было вчера. Конечно, чем раньше обращаются родители, тем это лучше. Обращаться можно уже, начиная лет с двух, потому что, если ребенок не понимает обращенную речь, это выявить в два года уже можно. Если у ребенка нет своей собственной речи, но здесь, как правило, обращаются после трех, при этом обращенную он понимает хорошо, здесь, как правило, рекомендуется после трех, но, опять же, если обратиться раньше, плохого тоже ничего не будет, потому что вреда-то, собственно, от речевой терапии нет. Это же занятие развитием речи. Ну, если так на простом языке говорить, да. И, конечно, если что-то беспокоит, лучше перестраховаться, чем просто не обращать на это внимание. Наше направление отличается тем, что у нас работает междисциплинарная команда, действия которой являются согласованными. Я имею в виду вот что. А лалики, о которых говорили, логопеды могут им помочь или нет? Логопеды являются членами нашей команды, и они занимаются с ними коррекционной работой. Но смысл комплексной междисциплинарной помощи, которая как раз вот именно у нас в Казанском университете оказалась возможной, благодаря тому, что он такой разносторонний, заключается в том, чтобы все действия были согласованы. Один сам по себе неврологу-алалику не поможет. Один сам по себе лингвиста лалику не поможет. Один сам по себе логопед тоже эффект будет не таким. Когда все действия согласованы, когда каждый четко знает, чем он занимается с данным конкретным ребенком, получается комплексная реабилитационная или абилитационная реабилитация. Это когда мы восстанавливаем то, что было, а абилитация, когда создаем то, чего не было. Она действительно становится эффективной. Ну, кроме того, здесь у нас очень большая научная составляющая, то есть, безусловно, изучение мозговых механизмов и коррелятов речи и изучение того, каким образом формируется экспрессивная речь, каким образом осуществляется понимание обращенной речи именно в междисциплинарном ключе, то есть, и с точки зрения медицинской, и с точки зрения психологической, и с точки зрения лингвистической. Здесь отличие как раз в комплексном подходе. Скажите, а вот вы можете привести историю, которая вам наиболее запомнилась, видимо, связанной с детьми? Каждый день запоминаются какие-нибудь истории. То, что вы уже много лет этим занимаетесь, и вот на протяжении этих многих лет, наверное, какое-то наиболее яркое событие. Скорее всего, оно было связано с более травматичной, более проблемной историей, да? Но, тем не менее, я почему хочу, чтобы услышать ваши рассказы, чтобы и наши зрители поняли всю сложность, глубину вот этой темы, которой вы занимаетесь. Это можно рассказать только на примере вот конкретного человека. На примере одной истории ты, безусловно, не расскажешь, поэтому, ну, я не знаю. О сложностях, может быть, обилитации детей с санаторной аллалией могу рассказать про одного милого мальчика. Мальчика, ну, при дефиците одного из анализаторов, естественно, начинают лучше работать другие. Это компенсаторный механизм. И мальчик был настолько встроенным в невербальное общение, мальчик настолько хорошо использовал все остальные способы передачи информации и все остальные пути коммуникации, ну, вот кроме речи, что его поведение, конечно, на занятиях вызывало слезы и запомнилось надолго. Ребенок очень жалел своих педагогов, которые мучительно пытались его научить понимать человеческую речь. И когда он смотрел в глаза, в этих глазах, в общем-то, было написано «Очень тебя люблю, очень хочу сделать то, что тебе надо». Ну, вот ей-богу, не понимаю. В процессе занятий он мог подходить, обнимать, целовать, брать руку и показывать, как, каким образом ему нужно демонстрировать то, что мы от него хотим. И этот ребенок был настолько сочувствующим, настолько душевным, настолько нежным, что вот то, что в течение полугода, невзирая на активную работу многих специалистов, дела не шли никуда, да, руки опускались. Но когда через полгода он понял, что произносимое слово «бах» при падении кольца пирамидки на штырек означает именно это, и этот «бах» повторил, через месяц у него было уже порядка 50 такого рода междометий, дела пошли вперед. Ну, вот, наверное, я вспоминаю это как одно из самых, как один из самых счастливых моментов в нашей деятельности. Ну, как пример, наверное, потому что мы, безусловно, счастливы за каждого ребенка. У нас есть моторные и сенсомоторные аллальки, которые сейчас уже заканчивают обучение в среднем звене. В старших классах еще нет. В среднем звене у нас есть моторные и сенсомоторные аллальки, у которых дела настолько хорошо, что они идут в первый класс обычной школы. У нас есть детки, которые там уже учатся. Но есть, конечно, детки, которые целиком и полностью абилитироваться еще не успели. В этом случае мы берем на себя следующую функцию, мы их сопровождаем. Мы работаем с маленьким ребенком, потом он идет в школу. Это уже делаю лично я. Я езжу к их педагогам, объясняю ситуацию, консультирую их, как быть, чтобы ребенок мог учиться действительно в какой-то степени по общей программе, но индивидуализировано для нее. Создание индивидуальных траекторий обучения – это, конечно, еще одна моя мечта, о которой стоит поговорить накануне Нового года, потому что детей с особенностями развития становится все больше и больше, и у нас инклюзия, они идут в обычные школы, и, конечно, педагогов надо инструктировать и не надеяться на волю случая, на милость природы. Какими сложностями может столкнуться ребенок, который прошел у вас реабилитацию, но являлся изначально алаликом, поступив в первый класс? Да, со многими. Ну, начнем с того, что если общее недоразвитие речи четвертого уровня, и речь еще не в абсолютной норме, ребенку, конечно, будет очень тяжело с русским языком. Последнее, что формируется у алаликов, это правильное согласование породы. Вот эти вот маленькие трехлетние наши, мое папа пришло, да, вот эти вот вещи, они остаются долго, а у некоторых они остаются, может быть, даже на всю жизнь, но так как это не является нисколько значимым, ну, есть какие-то ошибки небольшие в речи, а у кого их нет? Вообще-то есть они у всех. Разумеется, окружающие даже не подозревают о том, что этот человек когда-то был алаликом. Ну, можно по тонким маркерам, мы можем распознать, у кого были проблемы такого рода в детстве, а у кого нет. Конечно, учителю надо объяснить, что и степень усвоения материала, она может отличаться от того, какая есть в классе. Часто бывают проблемы с построением связанного текста, то есть с этим надо работать еще в течение всей начальной школы. Но, как правило, те детки, которые в первом классе все-таки пошли в общеобразовательную школу, к четвертому, они выравниваются, и в средней школе они уже учатся без помощи коррекционных педагогов. Ну, если так вот берем оптимистичную модель развития, то оно бывает так. В начальной школе им надо помогать, да. Какие признаки, по каким признакам можно определить, что ребенок алалик? Вот у нас смотрят сейчас родители. Они, вполне возможно, возникнут ситуации, когда они, посмотрев нашу программу, поймут, в чем проблема с их ребенком. Ну, самостоятельно определить, что ребенок алалик, допустим, не получится, конечно, да. Но по каким... Когда надо начинать волноваться, вы имеете в виду. Да, когда и почему. Когда и почему. Волноваться надо, если ребенок в возрасте 7-8 месяцев никоим образом не реагирует на попытки родителей, научить его делать ладушки-ладушки, показывать, где лампочка, махать пока-пока. В общем, выполнять какие-то простые одинарные инструкции, которые детишки в данном возрасте выполняют охотно и с удовольствием. Для них это игра. Возможно, ребенок имеет какие-то сложности, да, с пониманием обращенной речи. И если без жестового сопровождения ребенок достаточно долгое время, лет до двух, не выполняет инструкцию, то стоит задуматься, что он конкретно понимает жест, контекст или обращенную к нему речь. То есть отсутствие выполнения инструкций должно родителей настораживать, в особенности, если это уже возраст ближе к двум годам. Ну, отсутствие хотя бы взгляда на маму и папу, когда речь идет о них, да. Ну, пусть это будет необязательно выполнение инструкций, пусть хотя бы взгляд на маму и папу, но когда речь идет о них, он быть, конечно, должен. Отсутствие отклика на имя. Ну, здесь вот ничто так не похоже на самом деле, как сенсомоторная аллалия и расстройство аутистического спектра. Поэтому основная дифференциальная диагностика, которая проводится, она проводится именно вот в этом плане. Что же это все-таки такое? Это непонимание обращенной речи, то есть речевое расстройство, либо это нарушение именно аутистического спектра и какое-то свое очень специфическое взаимодействие с реальностью у ребенка, да. То есть что происходит? Он слышит обращенную речь, но не понимает ее содержание? Или он слышит, что с ним разговаривают, но он в данный момент не здесь? И отделить одно от другого достаточно сложно. А может быть, происходит и первое, и второе вместе, потому что бывает и так тоже. И, конечно, в рамках поликлинического 15-минутного осмотра все родители это говорят, определить это невозможно. Это надо долго, системно заниматься с ребенком, пытаясь разобраться, что же это такое. И только выявив, что же это на самом деле такое, можно подобрать ему правильную абилитационную программу. Конечно, мы сейчас заговорили об алаликах, но раз уж мне пришлось об этом сказать, то я скажу о других тревожных факторах, на которые надо обращать внимание. Отсутствие отклика на имя, отсутствие взгляда в глаза, отсутствие указательного жеста должны родители настораживать так же, как и отсутствие речи. Очень часто бывает, к величайшему сожалению сейчас так часто бывает, что родители, не зная, не будучи информированными, ведь это нигде у нас пока не пропагандируется, надо какую-то серию передач об этом сделать, наверное. Дают ребенку в руки гаджет, маленькому ребенку в руки гаджет дают, ну и он там занимается с этим гаджетом, они приводят ребенка с некоторым непониманием, с некоторой претензией. Он у нас такой умный ребенок, а почему же он не говорит? Очень умный. Дают в руки гаджет ребенку, чтобы он показал, какой он умный. Он отлично собирает яблоки в корзинку, он вычислительные операции какие-то производит, он, допустим, знает счет доста на английском, но совершенно не говорит по-русски, не отзывается на обращенную речь. Более того, он, кажется, вовсе игнорирует своих родителей, как старших, потому что он беспрестанно кричит, и пока не получит в руки гаджет, он не успокаивается. И родители ничем его другим не могут отвлечь. Ну, начинаешь расспрашивать, а сколько вот с этим гаджетом он у вас проводит? Вот как только он научился сидеть, и они поняли, что его можно так развивать, по их мнению, они его развивают, они ему дали в руки гаджет. И он начал развиваться. Специфика развития анализаторов заключается в том, что если мы хотим развивать их гармонично, мы должны нагружать все анализаторы. Это должен быть слух, речевой анализаторы, зрительный анализаторы, кожанкинестатический анализаторы. Если это на русский язык перевести, то это означает, что ребенок не должен играть с электронным яблоком. Ребенку надо брать в руки яблоко настоящее и что-то пытаться с ним сделать. Пощупать, надкусить, поставить себе на голову, посмотреть, упадет, не упадет, засунуть папе в ботинок, ну, в общем, кинуть его, посмотреть, что после этого будет, посмотреть, что с яблоком делает мама. В общем, ему это яблоко надо многократно познать с использованием всех анализаторов, которые у него есть. Когда ребенок перегружен исключительно игрой в гаджет, а бывает так, что чуть не по 6 часов сидят дети у родителей, да, он действительно развивается, но развивается он таким образом, что мы, к величайшему сожалению, получаем, ну вот, гаджет Маугли. То есть, по сути, инвалида? Мы получаем искусственным образом... Если бы он развивался без гаджета, он бы не исключено был вполне нейротипичным ребенком. То есть, это у него не было аллалии, он бы развивался и речь развивалась? Да, там аллалии или это, это вообще еще большой вопрос, потому что вот эта проблема, проблема гаджет-зависимых детей и проблема влияния гаджетов на развитие когнитивных функций и речи у ребенка, она стала изучаться только недавно, потому что гаджеты не так давно вошли, Да, да, да. Вот у меня, кстати, вопрос сразу возникает. Вот, я так понимаю, вы этой темой заинтересовались достаточно давно. Это какие годы? 90-е, начало нулевых? Нет, это не 90-е годы. Вы не льстите, я значительно моложе. Это 2005-й, 2006-й, 2007-й, 2008-й. Первые наши дети вот из этого промежутка. И вот теперь по прошествии уже 15 лет примерно, да, а можно ли сказать, что вот количество обращений и острота проблемы этой темы тогда, 15 лет назад, и острота проблемы этой темы сейчас, она отличается. То есть, условно говоря, тогда это было их меньше, сейчас больше, и так ли это? Отличается кардинальным образом. То есть, идет рост занятий? Те 15 лет назад, те 15 лет назад, сенсорных оваликов, сенсомоторных оваликов можно было по пальцам пересчитать. Во всех указаний? Ну, да, их все знали. Это было... Событие? Ну, может быть, не такое уж масштабное, как, допустим, в 80-е, да. Причем, что характерно, у всех вот этих детей, о которых я говорю, о нашей, так сказать, первой удаче, да, ни у одного из них не было никаких выявленных аппаратурно-органических поражений головного мозга. То есть, в принципе, с неврологической точки зрения, эти дети были достаточно здоровы. Там не было ни очагов поражения, там не было ни эпилептифорной активности. Там, ну, по сути, если верить обследованиям, это были достаточно здоровые дети, но по какой-то причине совершенно не понимающие, обращенные к ним речи, не говорящие. Сейчас сенсомоторные аллалики не удивляют вообще никого. Они стали таким же будничным явлением, как, ну... Аутист. Как в РВИ. Ну, может быть, это я утрирую. Ну, что касается аутизма, здесь совсем другой вопрос. Ему, наверное, надо посвятить отдельную передачу, безусловно, с коллегами из Института психологии и образования, которые занимаются как раз созданием и запуском детского сада для детей с расстройством аутистического спектра. Ну, если потребность истока выросла, то что у нас возникают школы для детей с аутентичными расстройствами? С расстройствами аутистического спектра. Да-да-да. Ну, детями-аутистами. Я, наверное, не выговорю с научным фразом. Ну, это просто разное. Аутизм и расстройство аутистического спектра – это разное. Поэтому... Хорошо. Это тоже говорит о том, что происходит какой-то взрывной рост подобных детей? Это, конечно, да-да, я с этим не спорю. Вообще, в принципе, патологий развития стало значительно больше. И еще раз говорю, причины этого до конца еще неизвестны. И очень много гипотез, которые связаны именно со сменой информационного пространства. Меняется информационное пространство, меняется когнитивная модальность. Соответственно, меняются способы постижения реальности. И да, таких деток, которые очень напоминают малыша у Стругацких, читали? Я сейчас не помню. С его чеширским котом и колокольчиком. Этот ребенок говорит, но он воспитан гаджетом. И его речь леденит кровь обычному человеку. И он на человеческого детеныша даже не очень-то и похож. Но я говорю о запущенных случаях, когда дети проводили 5-6 часов, играя в гаджеты. Самое удивительное, что если этого ребенка вовремя от этого гаджета все-таки оторвать, то дальше он начинает возвращаться к привычной жизни человеческого ребенка. И вот попав в руки реабилитологов, попав в Центр коррекционной педагогики дифференцированного обучения. Вот у нас на Короленко 99А в городе Казани есть центр специальный речевой. И у них там есть программа, реабилитационный центр Апрель тоже в Казани есть. Вот попав к реабилитологам, они начинают возвращаться к нормальной жизни. И постепенно-постепенно у них все приходит в норму. Если родители находят в себе силу от этого гаджета отказаться, родители часто говорят, нет, ну а как я буду работать? Вот я работаю дома, мне надо проводить время на работе, а он не может же сам собой заниматься. То они ему гаджеты руки дают и думают, это же развитие, это же не просто так. То есть по большому счету появилась такая вот педагогическая запущенность при том, что родители очень заботятся о ребенке. Ребенок достаточно обеспеченный, все ему куплено, он сыт, мыт, одет, табут, но к величайшему сожалению он с гаджетом общается больше, чем с самими родителями. Эта проблема набирает обороты, и родителям надо рассказывать, некоторые родители не верят, они даже спорят. Говорят, ну что за глупости, мы живем в информационный век, сейчас информационные технологии. Это понятно про информационные технологии, я исключительно за внедрение информационных технологий, например, учебный процесс. Но надо ведь понимать, чем отличается мозг зрелого человека от формирующегося мозга, от мозга ребенка. До пяти лет самостоятельное общение ребенка с гаджетами, оно в принципе вообще не нужно. После пяти лет можно, ну как раньше, когда ребенка за компьютер можно сажать, сейчас уже речь не о компьютере, а о гаджетах, после пяти лет да, можно. Ну естественно дозировано, естественно с разумным подходом, надо же еще очень хорошо отбирать то, что он там делает. Приходят детишки с такой вот гаджетозависимостью, они катаются по полу, пока родителям гаджет не дадут. Ну вот я смотрю, а что он там будет делать, пока родители сидят и описывают, какая у него проблема с их точки зрения. Он залезает на YouTube и что-то там к себе закачивает, слушает. То есть он достаточно опытен, невзирая на свои три года, но при этом он в памперсе, но при этом он не реагирует на обращенную речь. Он вообще мало на что реагирует. Его интересует только вот это. И конечно здесь мы имеем очень большую проблему, связанную с недостатком информации у родителей о том, что это вредно. Многие родители, даже достаточно образованные, думают, что им полезно. Вот он сейчас будет много этим заниматься, потом вырастет гениальным программистом. На полном серьезе мне некоторые папы об этом говорили. Что вот у меня в детстве не было, а вот если бы был, я бы сейчас был богат и знаменит. Да, именно так. Приходится их разубеждать. Приходится разубеждать мамочек, что суп, который она собирается сварить в этот момент, когда дает ему гаджет, он не столь нужен, сколько может быть вовлечение ребенка в процесс. И в процессе приготовления супа общение с ним, пока он играет со своими настоящими игрушками, которые можно трогать, которые можно... Грызть. Да, грызть, безусловно, грызть. Это тоже нужно на определенном этапе. Скажите, вот вы затронули тему гаджет Маугли. Мне кажется, это очень интересная тема. И на самом деле мало звучащая в качестве такого тревожного набата, да? Хотя, по вашим словам, из вашего опыта, это вполне достойно, чтобы бить на бат. Скажите, что... Вот вы сталкиваетесь с детьми, родители которых уже почувствовали, что это проблема, вы и привели к вам надежды, и отчасти это надежда, которая сбывается на восстановление ребенка, вхождение его в траекторию, то, что мы называем, норма. Если родители этого не сделали вовремя, что произойдет с таким ребенком, который вот гаджет Маугли? Ну, развитие идет по искаженной схеме. Оно идет по искаженной схеме. То есть он в памперсе будет сидеть до 5-10 лет, правильно понимаю? Нет. Вы сторонник обобщений. Здесь так нельзя обобщать. Кто-то будет сидеть в памперсе до 5 лет, а кто-то не будет сидеть в памперсе до 5 лет. Кто-то будет разговаривать, а кто-то не будет разговаривать. Ведь каждый ребенок индивидуален, и те компенсаторные механизмы, которые включаются у него в ответ на дефицит стимульной нагрузки на анализаторы, они тоже разные. У кого-то они, может быть, вообще не работают, а у кого-то они работают так прекрасно, что ребенок в принципе в состоянии самостоятельно справиться со многим из того, что с ним происходит. Поэтому про каждого конкретного ребенка надо говорить отдельно. Но что это вообще ведет, конечно, к особенностям поведения, к особенностям развития, это надо понимать. А к формированию гениальности, вот это крайне гипотетично. Вот это точно никем не доказано. Это я сейчас говорю для тех родителей, которые считают, что, вопреки всему, они все-таки будут растить гения таким образом. А что особенности поведения есть, родители рано или поздно заметят. Просто потому, что ребенок их не слушается без этого гаджета, он на них вообще внимания не обращает. Гаджет это тот способ, с помощью которого они его могут поощрить к чему-то. Без гаджета ему плохо, он мучается без этого гаджета, он не знает, чем заняться. Он не умеет играть, у него не сформированы эти навыки, ему это и не интересно, ему интересно там. И здесь надо просто вовремя ему помочь. Скажите, что вы можете порекомендовать тем родителям, которые столкнулись, что у их детей сложилась гаджет-зависимость? Как отбирать гаджет, чтобы это было наименее травматично? Ну, в первую очередь, если кроме гаджет-зависимости их волнует проблема развития, в первую очередь им надо пройти с ребенком диагностику, и там дальше гляден конкретно у ребенка выработать советы. Потому что один совет для всех детей не подходит никогда. Поэтому, если такая проблема есть у наших уважаемых зрителей... У них эта проблема есть 100% в разной степени. Пусть они к нам придут, на ребенка-то надо посмотреть же, прежде чем совет давать. И на родителей тоже, а вот потом их давать. Здесь индивидуальная траектория для каждого. Ну, вам приходилось такие советы давать? Приходилось, конечно. А вы можете привести пример реальной истории, когда к вам пришел, привели родители маленького человека с такой зависимостью, с такими проблемами. Это была индивидуальность, вы его протестировали, и конкретный рекомендаст дали именно этим родителям для этого человека маленького. Да, конечно. Вот, пожалуйста, приведите пример, чтобы нам механизм был понятен. Как вы с помощью того, что узнав родителей, узнав ребенка, предложили отучать его от гаджета? Ребенок не посещал детский сад, ребенок ни с кем не занимался из коррекционных педагогов. Ребенку было, ну, это один из случаев, да, ребенку было практически три года. Мама сидела с ним дома, но она искренне думала, что ему лучше дома, чем в детском саду. Он очень много времени проводил с электронными устройствами. Причем у него был уже свой собственный, он брал мамин, он брал папин, а когда он не играл в гаджет, он фоном смотрел мультики по телевизору. Кстати, мы обязательно к этому вернемся, потому что гаджет Маугли, а мультик Маугли появились уже. Ну, я хочу заслушать ваши слова. Ну, мультики довольно старые проблемы, но дело в том, что это информационные шумы, которые отучают ребенка внимательно слушать обращенную речь, даже если он ее понимает. Так вот, постоянно находясь в зоне аудиовизуальной перегрузки, да, причем, поскольку этот конкретно ребенок был алалик, он обращенную речь не понимал, он постоянно слышал какие-то шумы, которые не несли ему никакой информации, но он их постоянно, постоянно круглосуточно слышал. При этом еще и играл в гаджет. Там могло помочь только одно, создать информационную тишину, все гаджеты убрать. Неделю ребенок, ну, как по словам родителей, неделю он рыдал, неделю его невозможно было ни на что уговорить, а через неделю он как-то, как-то просто начал заниматься другими делами. Кроме того, они начали посещать детский сад, и сразу же, ну, практически после первого посещения, они стали заниматься коррекционными педагогами. И в рамках занятий с коррекционными педагогами ребенок начал понимать, что вообще люди делают друг с другом. Как они вообще взаимодействуют? Что вообще нужно делать? Правильно понимаю, что вот это, кстати, достаточно распространенная схема, когда родители не хотят отдавать ребенка в детский сад. Потому что там сложные взаимодействия, потому что там болезни часто, инфекции, которые ребенок накапливает очень быстро. На ваш взгляд, психолога, педагога, лингвиста, важно, чтобы ребенок был в детском саду, вот в этом маленьком обществе, и там этим законом учился это общество взаимодействовать? Или все-таки домашний детский сад, это нормально, когда мама психи-педагога? Вы знаете, мы сейчас с вами затронули тему, в обсуждении которой есть два лагеря. Есть сайты мамочек, вот на сайтах мамочек идет постоянная активная борьба. Нужен ли ребенку детский сад, не нужен ли ребенку детский сад. Одни мамочки уверяют, что детский сад ребенку не нужен, он травмирует психику, ну, все, как вы сказали. Другие родители уверяют, что там дети учатся общаться друг с другом. Я всегда придерживаюсь компромиссов, середины и индивидуализации. Нужен ли конкретному ребенку детский сад, могут определить, а, родители, б, сам ребенок, если он уже умеет разговаривать, как-то вербализовать свои чувства, в, специалисты, если родители затрудняются с определением этого вопроса. То есть им надо сходить к обычному детскому психологу со своим ребенком, чтобы ребенок посмотрел и сказал, ну, вот, что вас, собственно, беспокоит, да. У меня трое детей, все посещали детский сад. Любили они детский сад по-разному и за разное, потому что все мои трое детей разные люди. И если вот то, что дал дочери детский сад, например, младшему сыну он совершенно не дал, но младший сын там зато получил другое, что и как получит наш ребенок и от кого в детском саду, мы предсказать не можем. Это то же самое, что ходить или в школу, получать образование или получать его на дому. Это... у кого-то эта модель пойдет хорошо, у кого-то эта модель пойдет не очень. Но если мы имеем ребенка с речевыми проблемами, с задержкой психического развития, с особенностями поведения, с расстройствами аутистического спектра, я всегда всем родителям рекомендую обязательно отдавать его в детский сад и обязательно организовывать его взаимодействие и с другими детьми, и с коррекционными педагогами. Не держать его дома. Родители разные. Некоторые видят, что у них ребенок как-то не очень, и они просто стесняются его куда бы то ни было отдавать. Они даже говорят, что будут все на меня пальцем показывать. Вот-вот она своим ребенком не занималась. И страха, что какая-то тетенька про нее что-то скажет, она его держит дома такого. А так как она находится сама в состоянии уже крайне нервном от того, что у нее ребенок такой, ничего хорошего от таких занятий дома с мамой, которая видит, что ее действия не ведут ни к чему, потому что она не коррекционный педагог и просто не умеет, либо потому что у нее уже наладились с ребенком такие отношения, что он ее на данном этапе просто игнорирует и не слушает. От этого ничего хорошего не будет. То есть если все в семье хорошо, нормотипичные дети, семья многодетная, либо часто так бывает, единственный ребенок в профессорской семье, и вот он получает воспитание такое особое свое. Это все вопрос индивидуальный. Индивидуально подходим к ребенку, к родителям, вообще к ситуации. Может быть, это часто болеющий ребенок, и у него от детских садов начинаются сплошные бронхиты до воспаления легких. Я сама не очень-то ходила в детский сад, хотя, кстати, очень его любила. Вот этими вот самыми бронхитами все время и болела. Я на себе попробовала, ну, я скучала по садику, по ребяткам. И, ну, здесь индивидуально надо решать. Но вот если у ребенка есть какие-то проблемы с развитием, его нельзя изолировать от социума, и нельзя думать, что вот здесь дома, ну, только если родители сами не коррекционные педагоги, они ему это дадут. Безусловное взаимодействие с коллективом такому ребенку нужно. И чем патология серьезнее, тем это взаимодействие нужнее. Ну, бывает так, что ребенок очень тяжелый, что родители просто переживают, что, ну, как вот его же там, он даже сказать ничего не может, его там все будут убежать. Ну, есть коррекционные сады, есть коррекционные группы, есть частные сады, где занимаются этой проблемой. Все равно ее надо как-то решать. Не изоляция ребенка. Он должен познавать мир, у него должно быть на это право. Скажите, вот в Казани такой центр есть. Есть место, где, скажем, не центр, а ваша лаборатория. Место, где можно привести ребенка с проблемой. Ну, в Казани, конечно же, есть не только наша лаборатория. В Казани есть реабилитационные центры, куда можно обратиться. Я уже два центра упомянула, которые занимаются реабилитацией детей. Это безусловно так. И мы с этими центрами работаем в тесном контакте и в партнерстве. У нас есть дети общие, которых ведем одновременно, и мы, и они. Еще раз говорю, веник это такая штука, которую вот так не сломаешь, можно только по прутику. И мы только вместе силу. То есть все-все-все-все врачи, которые занимаются речевой реабилитацией, все центры, которые занимаются речевой реабилитацией, мы должны дружить, и мы это делаем. Не единственное место. Но просто в чем отличие в Казанском университете, это я уже сказала, отличие заключается в том, что у нас здесь принцип одного окна. Мы здесь все вместе, и наши действия согласованы. То есть ребенку не надо из реабилитационного центра ехать в больницу. В больнице, естественно, специалист, который смотрит его в больнице, не знает его реабилитолога в реабилитационном центре. И они не могут... В чем заключается проблема этих реабилитационных процессов? Там надо обсуждать, там надо собираться. Вот невролог, вот психолог, вот логопед, вот лингвист, вот психиатр. Мы обсудили пациента, мы поняли, что с ним происходит. И мы вместе наметили программу, мы дальше отслеживаем, как оно у нас идет. Мы постоянно на связи. Я после того, как поработаю со мной в пришедшем ребенком, сразу понимаю, кому его надо послать для дальнейшей диагностики. Я сразу посылаю всю информацию, чтобы так было. Как правило, дед, приходят родители, ну вот я расскажу об этой проблеме, она достаточно частотная для тех родителей, которые тревожны и начинают волноваться рано. Они идут в поликлинику, в поликлинике жалуются неврологу. Ну вот что-то он, мол, мне не говорит. Невролог говорит, ну а до трех, после трех заговорит. Сейчас сдвинулись нормы развития речи, ну это правда, они действительно сдвинулись. В общем, не переживайте, бегает, прыгает, здоровенький, ест хорошо, не переживайте. Ну ладно, вроде врач сказал, не переживайте, они не переживают. Но все-таки переживают, потому что начинают дома заниматься, видят, это не берет, это не идет. А вот у меня старшая дочь, она так вот не делала, родители говорят, а вот это почему-то делают. Я чувствую, что здесь что-то не то. Или если, допустим, мальчик, да, вот у вас мальчик, мальчик немножко попозже. Вот они ждут, когда это немножко попозже наступит, не дожидаются и начинают ходить. Ко мне приходят такие родители, у которых есть 12 заключений, 12 специалистов, все разные. И они приходят со словами, а что с ним? Я была у 12 специалистов, мне 12 специалистов написали разные вещи. А мне что делать-то? Во-первых, что у него? Во-вторых, что делать? Это надо как-то лечить, это не надо лечить. С кем заниматься, с кем не заниматься. Там есть весь спектр от дезортрии до аутизма. Это все очень разное, да, дезортрия, лалия, аутизм. Это вообще весь спектр вот приносит диагнозы. Ну, как проходит осмотр? Специалист видит ребенка один раз, часто последний же, да. Ну и, естественно, как ребенок себя там покажет. Часто вот на психолого-медико-педагогических комиссиях дети показывают худшее, что в них есть. Просто потому, что им вот эти вот пять женщин, детям, они им не нужны. И если ребенок пришел ко мне, он плачет, кричит, не хочет со мной взаимодействовать, это моя проблема, не его. Мне надо посмотреть, как с ним взаимодействовать так, чтобы он вообще меня как-то воспринял и начал что-то показывать. То есть на этом основании делать заключение, что он не вступает в контакт, потому что он со мной не заговорил. Да зачем я ему? Я ему вообще ни о чем не говорю. Это проблема быстрой диагностики. Она практически везде быстрая. Невролог смотрит быстро. Ну, нет патологии, ну что вот в поликлинике, да, я имею в виду. Если он в детскую городскую больницу номер 8 попадет, там, конечно, уже подробнее будут смотреть. Если он попадет в ДРКБ к неврологам-речевикам, там тоже, конечно же, подробнее будут смотреть. Но вот комплексный развернутый анализ, ну, я вот по своему опыту скажу, у меня написание заключения по уже диагностированному ребенку занимает 2,5-3 часа. Это в лучшем случае. То есть это же большое количество проб, которые надо провести, и очень многое надо исключить, очень многое надо подтвердить. И я только пишу это заключение 2,5-3 часа, а сколько я провожу времени, это посчитать, это на одного ребенка, ну, конечно, нигде нет. Никто не может, если взять, вот возьмем просто обычную медицинскую помощь, да никто не может так делать просто потому, что нормативы есть на пациента какие-то, да? Ну, понятно, да. В рамках научно-исследовательской деятельности, в рамках вот этой комплексной нашей работы это как раз стало возможным. И, конечно, здесь очень большое значение имеет, что это университет. И университет, он может создать такую площадку, на которой собираются все эти специалисты. Есть ли в России еще такие площадки? Вот именно, которые объединяют в себе, вот как вы объяснили, которые объединяют многих специалистов разного профиля, где есть возможность по 2-3 часа составлять только диагностическую карту этого ребенка, а не 15 минут на осмотр и там быстро написали. Есть такие центры сейчас в России? Ну, в России такие центры есть, преимущественно они локализуются в Москве и Санкт-Петербурге. Это центры патологии речи, они так и называются. Вот, и мы подошли сейчас здесь у нас к... Это очень надеюсь, что это будет одним из наших следующих этапов, чтобы это был именно центр, да? Не место, а центр. Ну, то есть не дисперсионно, как сейчас, а именно центр патологии речи, центр речевого развития, центр когнитивной речевой абилитации. В рамках центра речевой реабилитации осуществлять все то, что мы осуществляем сейчас, ну, просто это следующая ступень, да? Но и сейчас, на данном этапе, мы помогаем очень многим. И мне хочется обратиться к родителям. Я родительскую боль понимаю. Я ее понимаю, ну, просто потому что я склонна к ампатии. Это, во-первых. Во-вторых, очень многие дети уже прошли, и я видела реакцию некоторых родителей. Иногда родители настолько потрясены случившимся, что их приходится удерживать от суицидальных попыток. То есть они видят, что ребенок у них с их точки зрения, как они и говорят, да? Посмотрите, у меня родился все, у меня умственно неполноценный ребенок. Это позор, это позор. Я вообще зря живу свою жизнь. И у них развивается такая ситуация, что, ну, на полном серьезе... Депрессия сильнейшая. Им хочется свести счеты со своей жизнью. И вместо того, чтобы думать конструктивно, они, ну, очень долго непродуктивно себя ведут. Так вот, мне искренне жаль этих родителей, этих детей, и желание им помочь, оно у всей нашей группы очень велико. Но мы стараемся всегда сделать все возможное. Мы стараемся, ну, вот их просто по разным группам, да, в зависимости от того, какой тип патологии. Там у нас разработаны уже программы. При таком типе патологии мы делаем это, при таком типе патологии мы делаем это. Мы максимально стараемся их довести, причем очень тесно поддерживать личностный контакт. Мне родители и в три ночи пишут. Мы сегодня были у психиатра, и психиатр нам сказал вот это вот, и, ну, просто надо поговорить. Так надо тоже делать, и родители надо тоже поддерживать. Это безусловно так. Потому что он, этот родитель, главный реабилитолог на самом деле, без него ничего не будет. Если с родителем правильный контакт, если родители все делают правильно, под руководством тех, кто ему объясняет, как это надо правильно делать, это очень многого стоит. И есть такие родители, я восхищаюсь этими родителями. Это мамы, которые все сделают для того, чтобы решить проблему ребенка как можно быстрее, чтобы уже к пяти-шести годам и следа не было от того, что беспокоило в два года. Самоотверженные женщины, самоотверженные мужчины. Я так рада, что в нашем обществе появились мужчины, на которых можно смотреть с радостью, изумленным, со слезами умиления. Они занимаются своими детьми, они сами участвуют в реабилитации, они сами ходят по врачам и принимают на себя очень многое из всего того неприятного, что не очень приятно осознавать, что с ребенком что-то не так. Они отгораживают от этого своих жен, они сами взаимодействуют с реабилитологами, они даже выполняют с детьми домашние задания. У нас много таких родителей. Я, признаюсь, честно, пишу о них зарисовки, потому что они прекрасны. Я даже читал. Замечательно. Скажите, я слышал, что к вам ваше место, не центр, будущий центр пока мест. Ну, уж так, не статус. Место, где помогают. Приезжают даже за границей. Да. Скажите, вот такой важный момент. Я же, так сказать, понимаю, язык, в данном случае только русский язык, да? Мы же не можем помочь, вы же не можете помочь там англоязычным, даже татароязычным, хотя наш регион билигвистичный. В этот момент мне очень важен. Насколько потенциал вашего будущего центра ограничен языком, в данном случае русским, и возможно ли, что в будущем это центр, который будут посещать, в том числе и за границей. Так нет, собственно, уже посещают. С точки зрения такого медицинского туризма. Нет, нет, это вопрос, он очень важный. Спасибо вам за то, что вы поняли, посещают. Безусловно, уже у нас есть специалисты, которые занимаются разработкой абилитационных материалов для детишек на татарском языке. Найти татароязычного логопеда практически невозможно. И материалов абилитационных практически нет. И у нас есть специалисты, носители татарского языка и русского билинга. которые занимаются созданием таких абилитационных материалов. Это еще один наш проект. Это проект, он уже такой более лингвопсихологический, нежели там, допустим, медицинский. Это именно создание таких материалов. Что касается реабилитации на английском языке, у нас в лаборатории-то все свободно говорят. И вот англо-русский билингв нас нисколько не удивляет. Несколько сложнее, когда это трилингв. Вот обратился недавно мальчик, родители обратились, мальчик трилингв. И там такая очень сложная система организации этого трилингвизма. Есть такая проблема, да. Мы работаем с билингвами, мы работаем с трилингвами. Мы работаем с детьми из-за рубежа, которых привозят сюда родители, потому что не согласны с подходами, избранными врачами там. Ну, например, подход под названием наблюдение. Не вмешиваться никак. Ну, просто вот он такой ребенок, он так растет. Кое-какие педагогические методы, то есть посещая детский сад, но речи нет, 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 нет. Вот мальчик такой был, да, его привезли сюда. Он вообще ничего не говорил. При этом обращенную речь он понимал на двух языках. Но не говорил ни на одном. Его обследовали, ему надо было получать лечение, потому что выяснилось, что к этому были показания. Он получал лечение и проходил у нас обилитацию в виде речевых занятий, то есть вот речевая обилитация наша. А мальчик уехал обратно в Америку, говорящий, в школе там сейчас учится. Двуязычный мальчик. То есть замечательная история. Хороший, да, очень умный. Умный такой, знание энциклопедические. Хороший мальчик. Что нужно сделать, чтобы появился центр, чтобы исполнилась ваша мечта? Я еще раз подчеркиваю, что он уже в какой-то степени есть. Научно-клинический центр прецизионной регенеративной медицины это то место, где в рамках отделения нейрореабилитации мы занимаемся в том числе и речевой реабилитацией. Так что в какой-то степени мечта уже сбылась. Чтобы был отдельный центр патологии речи, на это надо немного времени. И будем смотреть с оптимизмом в будущее. Безусловно, мы к этому рано или поздно придем. Данный центр патологии речи будет выполнять в сущности те же функции, которые мы выполняем сейчас. Это будут согласованные действия специалистов разных профилей. Согласованные действия, индивидуализированный, персонализированный подход и помощь детям и взрослым любого возраста. Так как-то получилось, что мы сегодня сконцентрировались на детях. Мы про взрослых практически не поговорили. Но, безусловно, и взрослым с патологиями речи и когнитивными нарушениями мы оказываем помощь. Другой вопрос, что взрослые, конечно, обращаются реже. Потому что, как правило, это должны делать родственники. Но тут есть один очень важный момент. Если у ребенка проблемы с речью, найти ему логопеда по большому счету труда не составляет. То есть, так или иначе, в процессе поиска вы найдете логопеда хорошего, получше, самого хорошего. По детям это сделать можно. Но как тяжело тем людям, родственники которых перенесли инсульт и после инсульта имеют речевое нарушение. Им практически некуда идти. Потому что логопеды сейчас преимущественно сконцентрировались на помощи детям. Ну, это понятно в каком-то смысле. Ты вкладываешься в будущее, а со взрослыми работать психологически тяжелее. Ну, в особенности, если ты взрослой совсем человек. Понятно, что с ребенком сам педагог получает больше положительных эмоций. Но вот именно для взрослого найти логопеда, который будет системно работать над восстановлением речи, это очень сложно. И мы стараемся вот эту нишу закрыть максимально. Сейчас после перенесенных, после ковида, очень много осложнений именно когнитивного плана. То есть люди теряют речь или они ухудшаются? Есть у нас один случай, когда начались проблемы с речью. Но там не только с речью, там в целом было много проблем, в том числе и распалась речь. Потому что когнитивные нарушения после ковида еще только начали изучать. Уже очень много публикаций на эту тему. И мы вот к этой работе тоже плотно подключаемся именно с точки зрения когнитивной речевой реабилитации. Но это мы только начали, поэтому я никаких выводов пока говорить не буду. Этим людям надо помогать. Пока мы видим одно. Эта проблема есть. Этим людям надо помогать. Им кто-то должен заниматься. Но это будем мы. Наш разговор подходит к концу. Время программы заканчивается. Я, наверное, хочу знать, чем закончить. Вот вы в самом начале сказали... Мы вернемся к волшебству. Вы в самом начале сказали о каком-то замечательном ребенке, который к вам попал еще, видимо, в начале вашей деятельности. И который сейчас 14 лет. Он высокий, красивый юноша с пробивающими усиками. И я вот что хотел бы сказать. Возможно, мы об этом, наверное, не узнаем. Потому что не все причинно-следственные связи нам доступны. Особенно в квантовом мире. В волшебном мире. Но, возможно, вот этот тот маленький ребенок, который к вам пришел, и когда вам помогли, он станет будущим любым толстым. Новым. Ну, или кем-то знаменитым писателем. Он же мечтает стать писателем. Ну, и он смог стать этим человеком, сможет стать этим человеком только потому, что когда-то, очень давно, 15 лет назад, его привели к вам. И вы его смогли выяснить на эту траекторию. Если это так, то это и есть то самое волшебство, о котором мы говорим. Те причинно-следственные связи, которые нам недоступны, но они есть. И, возможно, первый шаг к его в будущем славе, известности и важным вещам, которые он сможет донести людям, этот шаг сделали вы, потолкнули. В своем родителе потолкнули его когнитивные способности к этому. Понимаете? Может быть, он не станет толстым, может быть, он не станет боденом до куртаны, может быть, это и ни к чему. Может быть, он станет просто счастливым человеком, и когда у него родятся дети, он будет их любить, растить и принесет что-то хорошее в этот мир. Этого вполне достаточно. Спасибо большое. Это наша программа заканчивается. Я хочу напомнить нашу гостю. Это Горобец Елена Анатольевна, руководитель научно-исследовательской лаборатории «Клиническая лингвистика». Я журналист Рустам Ваффин. До свидания, до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова